Пере-пере-пере-пере загрузи, не жили смелее, все с нуля начни, новая мечта, новая судьба, новая перезагрузи. Итак, сегодняшнюю нашу героиню зовут Ольга. История очень тяжелая, у нее очень тяжелая. Вообще, впервые за историю нашей программы я, конечно, такое услышала. Это какой-то триллер просто. Давайте сами убедимся, посмотрим, что говорит Оля сама. Оля, здравствуй, Ксюша. Здравствуйте. Очень приятно. Олечка, тебе 32 года, ты из города Краснодар. Да, все это правильно. Рассказывай, почему у нас? У меня всегда была мечта, на которую я так все 20 лет стремительно шла, пережив там трагедию в своей жизни, перенеся операции много, всегда хотела исправить свое лицо. Это была очень большая мечта моя. Что за трагедию ты пережила? 23 года назад трагически умерли мои родители. Вот их убили. И в тот момент я находилась с ними, когда все произошло. А при каких обстоятельствах это произошло? Мы жили в коттедже. Да. Нет, недостроенном еще. Тебе сколько было лет? Девять. Девять. Так. У отца был друг детства. А вот. Ну, они просто приехали вечером. Поздно было. Сначала какие-то разговоры с отцом велись. Было все тихо, спокойно. Без криков, без скандалов. Так. В общем, меня мама сначала в туалете как бы оставила, чтобы я там... Ну, я не понимала на тот момент, что происходит. А потом перевела в ванную комнату. Ну, то есть я там на каких-то ящиках сидела, ждала, ждала. А потом просто проходит какое-то длительное время. Ну, и раздались выстрелы. Ну, то есть там в этот момент я уже понимала, что уже все. И ко мне заходит этот... Ну, я узнала, как он выглядит, этот друг. Понятно. Как его зовут. Ну, то есть я знала этого человека. Он приходил к нам в гости. Даже подарил мне собаку. Друг семьи, так. Не, он не был другом семьи, он был друг отца в молодости. Папа был друг, то есть они там все детство дружили, с одной тарелки ели пили. Потом по молодости он влетел, что он сел в тюрьму. Ну, и большую часть своей жизни он отсидел. То есть там они с отцом поддерживали какие-то отношения. То есть он там передачки отсылал в тюрьму. Ну, папа был обычным водителем КамАЗа там, да, в 80-е годы. Мама поваром в садике. В начале 90-х, когда он вышел, папа начал заниматься там бизнесом. Появились деньги. Ну, то есть у него все классно, а друг всю жизнь отсидел. А вот, ну, наверное, это была зависть какая-то. Он заходит ко мне в ванну. Я как сейчас помню, что у него вот так вот все штаны кровью забрызганы. Я на него смотрю и говорю ему, дядя Сереж, не убивайте меня, я никому ничего не расскажу. Он улыбнулся, ну и выстрелил. Ужас какой. И куда он попал? Ну, так, в шею. У меня на вылет пуля прошла, челюсть пробила и вышла. Какой кашель. Вот. Ты потеряла сознание? Я упала, но я не потеряла сознание. Это самый жуткий и страшный момент в моей жизни. Помню, как я лежу на этом кафеле, а у меня просто из носа, изо рта, ну, огромной струей, это кровь сладкая, вот этот вот вкус. Ну, и я лежу, и я помню эти мысли, что мне было так страшно, чтобы он не увидел, что я дышу. Ну, и все, и потом я отключилась. Ты очнулась в больнице? Нет, я очнулась там, в этой луже крови. И у меня еще ножевые ранения, то есть он меня чуть порезал, когда, наверное, в сознании было, не знаю. А сколько ты так пролежала? Ну, все произошло, наверное, часов в 12 ночи, вот под утро я, ну, очнулась. А у тебя же были раны, у тебя же кровь текла, а как ты там столько времени-то вылечила? Я не знаю. Я очнулась, благо у меня, не знаю, там, наверное, Бог отвел мне зайти в туалет, где родители были убиты. Ну, и, наверное, в состоянии какого-то шока я начала собирать вещи. Ну, вообще, я не знаю, зачем я вообще собралась, но это, наверное, было что-то непонятное. В общем, собрала этот пакет, взяла собаку, я выхожу на дорогу, я встретила двух женщин. И вот я представляю сейчас, я сама мать, сама взрослый человек, что я встречаю ребенка, окровавленного просто всю. И я прямо им говорю, помогите мне. Говорит, я на работу опаздываю. Никто даже не помог. Я дошла там недалеко, как от дома, и у меня убежала собака. И я пошла искать обратно собаку свою, вернулась обратно в дом и слышу, что открывается дверь. Это было настолько страшно. У меня, ну, мысль, что он вернулся, что он понял там, что я не умерла, что он пришел меня убить. Я под лестницу спряталась. И спускается, это папа, друг, приехал. Они должны были на работу вместе ехать, и он рано утром за ним приехал. И он заходит в это помещение, там все улито, там кровью. Дядя Коля его звали. И вот я помню, что он меня на руки берет, ну, пошли. А я уже все. Я уже единственное, что помню, что они с меня вот это все снимают. Это твой сирены. И все, и на две недели я вообще без сознания лежала. Что у тебя было в итоге? Куда он попал? В шею? Да, в шею. То есть это чудо, что ты осталась жива? Ну, рядом, я так понимаю, сонная артерия. Ну, вообще артерия. А скажи мне, пожалуйста, что с этим убийцей? Долго шло следствие. А после, как его отправили уже с СИЗО на зону, через месяц умер. Далее в программе. Оль, ну мы каких-то жестких экспериментов, я так понимаю, не будем, конечно же. Конечно, нет. Ты хотела бы сейчас прочитать эту слуху? Я, на самом деле, так завидела твоему эксперименту, из-за того, что мне кажется, ты там столько эмоций получила. Ой, девочки, в шоке полно. Скажи, пожалуйста, с тобой работали, но в то время, наверное, не было еще психологов, да? Никогда, ни с кем. С кем ты жила? Я жила с сестрой. Родная? Да. А родной сестрой не было в тот день дома? Нет. Она была дома в квартире. Сколько ей лет было на тот момент? 16. Старшая сестра. Да, старшая. Ты жила с бабушкой старшей сестрой? Старшей сестрой. Сейчас тебе 32 года. Ты замужем? Да. Это твой муж, правильно, на фотографии? И твоя дочка? И моя дочка. Ага. Как проходит твоя жизнь? Все хорошо. Все хорошо? Ну, тем не менее, конечно же, эта история, она оставила свет, да, в твоей жизни? Ну, это да. Тяжело? Тяжело. С каждым годом родителей не хватает все больше и больше. Оль, тебя муж поддерживает? Да. Ну, смотри, я долго не буду разглагольствовать, да. История очевидна, все понятно, да. Да, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы ты радовалась отражению в зеркале, и чтобы ты в душе была спокойной. Никогда такую рану не залатать, конечно же, это понятно, но, тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить твою боль. Спасибо. Это, конечно, ужасная история, и я даже не могу представить, как это может быть, только в фильмах, наверное, это я видел. Во-первых, мне кажется, что она безумно сильная личность, видно, как она держится, видно, что она правда любит жизнь, видно, как она ее ценит. Знаешь, наша героиня Ольга очень хороший пример того, что не обстоятельства формируют твою жизнь, а ты ее. Она одна из немногих участниц, которая на вопрос, считаешь ли ты себя счастливым человеком, сказала, что, ну, если не брать во внимание эту трагическую историю, в целом я счастлива в жизни. Конечно же, маленький ребенок, девятилетний, такую травму пережить, так скажем, так просто не может. Что делает психика в этот момент? Она разделилась на две личности. Есть человек, который взрослый, у которой есть дочка, муж, то есть она функционирует, как взрослый человек. Но какая-то ее часть осталась, вот этой девятилетней девочкой, вот именно вот с этой вот челкой, как вот мы ее и видим. Потому что она не может, она не отпустила родителей, она не смирилась с этим, да. Ольга Кузнецова, семейный психолог. Я слышала всю историю твоего тяжелого детства, я соболезную тебе. Я думаю, что, несмотря на то, что прошло довольно много времени уже, вот эта травма, потери родителей, то, как это произошло, оно до сих пор сильно влияет на тебя. И это что-то, с чем очень важно попрощаться. Ну, наверное, да. Бывает иногда очень тяжело с этим. Когда хочется стать слабой-слабой, а ты не можешь себе это позволить. Ольга Кузнецова, я хочу тебе предложить написать письмо твоим родителям. Я постараюсь это сделать. Лежит блокнот и ручка. Я представляю, как это может быть тяжело. Поэтому я предлагаю тебе сделать это вместе. Давайте. Как ты думаешь, есть ли в тебе силы отпустить их? Ну, я никогда их не отпущу до конца. Я их вспоминаю каждый день, родители. Просто реально там, вплоть до такого, что я там прошу, чтобы мне там приснился кто-то из родителей, чтобы какой-то там знак подал или что-то. Папа, особенно у меня во сне, всегда он, что он где-то был. И я радостная, всегда я маленькая, я радостная к нему бегу, обнимаю. Говорит, а где я был? Ну, он такой веселый был. Я, говорит, по делам уезжала. И то есть я просыпаюсь в слезах, естественно. Но у меня такое ощущение, как будто я с ним вот, ну, увиделась. Очень здорово, очень грустно. Ну, я думаю, что с одной стороны это дает тебе опору, а с другой стороны это тебя тянет назад к той девятилетней девочке, к тому ужасу, который ты пережила. Да, это тоже я осознаю. Мне кажется, для тебя это очень важно, попрощаться с ними. Давайте попробуем. Только если ты готова. Я можно, я соберусь. Да, конечно. Ну, как-то так. Ты хотела бы сейчас прочитать это вслух? Ну, я могу прочитать это вслух. Дорогие мои любимые папочка и мамочка, хочу сказать вам огромное спасибо за жизнь, которую вы мне устроили. За то хорошее, что вы в меня заложили. За то, что я не стала злым и ненужным человеком в этом мире. Мне ужасно не хватает вас в жизни, вашей поддержки, опоры, защиты, любви. Только вы могли дать мне ее бескорыстно и без обмана. Я всегда буду вас любить, и вы всегда будете в моем сердце. Про что сейчас плачешь? Я помню, у меня был день рождения, не помню, сколько мне было лет, лет семь, может. А у меня день рождения зимой. Ну, и проблема была с цветами. Так ужасно хотелось живых цветов на день рождения. И вечером уже папа, наверное, на работе был, звонит звонок, я вылетаю просто. А он стоит с гвоздиками, три красных гвоздики, вот в этом целлофане ужасно. Когда меня вот так вот спрашивают за там, за твой самый лучший подарок, за твой самый счастливый момент в жизни. Это был самый счастливый момент. И этот самый счастливый момент в твоей жизни у тебя никто никогда не отнимет. Он на всю жизнь будет с тобой. Я думаю, что то, что ты сейчас сделала, это большой шаг ты сделала для самой себя. Давай мы с тобой так договоримся. Если тебе захочется что-то дописать, то ты подумаешь и допишешь. А то, что ты уже написала, я оставлю у себя, и мы увидимся с тобой на эксперименте. Хорошо. Спасибо вам большое. Оль, ну мы каких-то жестких экспериментов, я так понимаю, не будем, конечно же, делать? Конечно нет, конечно нет. Что-то такое светлое, да? Да, потому что для нее, конечно, смириться и отпустить родителей, это ее шанс двигаться вперед, а не возвращаться в ту боль, которую она пережила из раза в раз. Поэтому, конечно, мы будем эту историю закрывать, мы будем отпускать. И я думаю, что я подготовлю какой-нибудь сюрприз для нее. Я слышала, что у нее есть мечта, потому что очень хочется что-то сделать пассивно для нее. Давайте осуществим ее мечту, чтобы все желания ей сбылись. Я снимаю? Я снимаю. Смотри. Мне очень хочется, моя, наверное, мечта давнишняя, на воздушном шаре у меня почему-то там, не прыжки там с парашюта, а воздушный шар всегда мечтала. Крутые. Давай руку, полетели. Ну что, полезли? Да. Ох, не провалилась. О, страшно. Это уже страшно. Полетели. Да ладно? Алина, ну ты как? Я в шоке, я в шоке полный. Я даже злоб не нахожу вообще. Обалдеть. Ну это вообще было очень. У меня прям одни эмоции были. Очень классно. Ну вообще, ни капельки страха. Абсолютно. Для меня вот это полнейшее умиротворение. Такая тишь. Оль, помнишь, мы во время предыдущей встречи писали письмо? Да. Я тебе предлагаю сегодня это письмо отпустить. Вот оно у меня с собой. Держи его. Сейчас привяжем. Как ты думаешь, один шарик или все привяжем? Я хочу, чтобы прилетело. Давай, я подержу. Ну что, ты возьми время, подумай, да, посыл свой отдай туда. Нужно прошлое отпускать, нужно с ним прощаться, чтобы оно тебя не тянуло назад. Родители, они в сердце всегда. Надо двигаться дальше. Ну что, что ты скажешь? Можно я про себя скажу? Конечно. Сказала про себя в мыслях тоже какие-то слова в адрес родителей. Ну и тогда со спокойным сердцем выпустила эти шарики. Слушай, а правда, куда я не улетела туда? Такой тоже был выдох, в принципе, что мне было в студии тяжело написать это и еще потом прочитать. Такое удачное завершение всему этому. Все это мы отпустили как раз туда, на небеса. Спасибо вам большое, Олечка. Спасибо большое. Слушайте, ну я вообще, у меня перезагрузка точно. Ну вот скажи, у тебя была мечта, сейчас вот мы полетали, ты так это себе представляла? Я вообще себе это никак не представляла. Я даже не задумывалась, какие при этом ощущения. Ну, случилось? Да. Ой, да что? Спасибо вам большое. Но для меня это очень ценно. Вы для меня вообще посторонние люди, блин. Вы для меня мою мечту в жизни осуществили. Вы чего? Как это за чё? Как это за чё? Я сейчас вас всех целовать и не буду. Спасибо. Далее в программе. Мега-мега ультрамодный аксессуар. Сумка-авоська. Ну, очень крутая, правда, она нереальная. Кто-то меня ее отожмет. Ну, тут дочка точно позавидует, конечно. Вообще маму не узнать скажет. То есть у нее все хорошо, кроме вот она переживает за свои внешности, потому что она все-таки девушка, да. И, конечно, ей хочется выглядеть иначе. Лицо. Ну, лет пять уже не парюсь. Не, ну, парюсь периодически, когда так, о-о-о, ё-моё. Ну, а чё я сделаю, чё мне теперь повесить, что ли? Только мне привык, они уже не обращают на внимание. Ну, а я-то сама знаю. Что? Ну, отчего не так знаю. Ну, самый тяжелый период был в подростковом возрасте, когда окружающие, не понимая, чего у тебя с лицом, ну, там, подкалывают, обзывают. Знаете, становится настолько обидно, что ты, ну, ты знаешь, что ты пережил. Это, ну, обидно, что люди не понимали. Но это было очень тяжело. Раз домой, помню, иду, и два пацана на встречу идут. Только меня смотрят, что с войны вернулось. Обидно, знаешь, за чё обидно? Я, наверное, если бы была вот такая нормальная, как в детстве, у меня вообще, наверное, комплексов не было. Не знаю, меня там не паришься, у меня там уши кривые, нос какой-то не такой, там, ещё что-то. Я вообще пофигу, ну, у меня всё нормально. Ольга, здравствуйте, меня зовут Алим Сафарович, я врач-стоматолог. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? У меня была в детстве травма, и множество операций на челюсти было сделано. И, ну, как, в принципе, как бы нижняя челюсть меня не беспокоит, а беспокоит наверху зуб. Это ваша фотография? На фотографии видно, что зуб этот отличается от других зубов цветом? Здесь можно сделать реставрацию с помощью композитного материала, так и можно сделать винир. Третий вариант лечения – это короночка. Коронка будет выглядеть так же эстетично, как и свои зубы. Но я бы хотела коронку. Готовы? Приступим? Да. У меня был тёмный зуб, мне поставили коронку, и теперь у меня красивые белые зубы. Мне даже не хочется никак критиковать её, честно говоря. Нет, а что мы можем критиковать? Нароченные ресницы, потому что есть тяга к тому, чтобы быть красивой, и это видно, и она хочет этого. И здесь как-то сложно что-то говорить, поэтому... Нароченные ресницы – это плохо? Нет, это неплохо, особенно, когда они хорошо нарощены. Вот. Просто с моей стороны я хочу помочь ей, там, корректировать как-то симметрию лица и скрыть какие-то недостатки. Ну, во-первых, они хирурги будут работать обязательно. То есть будет операция достаточно сложная. Александр Иванович, я лечилась в вашей клинике, и с хирургической точки зрения вы... А у вас причина вздумала какая? У меня было огнестрельное ранение. Ну, последствия от огнестрельного ранения у меня было три операции, очень тяжёлых. Но они ничем мне, в принципе, не помогли. То есть у меня челюсть была пробита, между костей была как дырка. То есть у меня при травме в этой стороне не было зубов. У меня опустилась нижняя челюсть, потому что ей некуда была операция. Ну, пошла деформация. А потом уже я была здесь, в Москве. Уже здесь мне такую серьёзную 12-часовую операцию сделали. Ставили на эту сторону импланты, и на них уже съёмный протез. Ну, так вы хорошо выглядите, что у вас сейчас. Благодаря вам. Подходите в рот, пожалуйста. А вот там вот чуть-чуть у вас западение имеется. Поскольку там нету мышцы, у нас здесь имплант. Мы тогда вас отведём к художнику. Мы сделаем снимочки, мы сделаем модель этого импланта. А потом выполнена операция, имплант там, и в основном симметрия будет. Это будет симметрия сейчас. Александр Иванович, ещё у меня шрамы на теле. Вот я хотела, чтобы вы их скорректировали. Да, да, это хорошо, это мы сделаем. Сюда мы введём жир, а этот надо и сечь. Александр Иванович, нет, я можно вам скажу, пожалуйста. Говорю сейчас от лица всех пациентов. Мы вас считали волшебником, богом. У нас к вам такое уважение от всех, я вам передаю. Спасибо. Таких врачей, как вы, я никогда в жизни не встречала. Спасибо. Я рад очень видеть. Я тоже очень хочу привести до конца, чтобы была полная реабилитация. В 2011 году, когда я попала к нему на приём, он очень сильно мне помог, отправив меня в институт, где операция прошла бесплатно, потому что я бы никогда не смогла позволить себе её оплатить. Ну, так как там неродная кость, она была более тонкой, из-за этого была асимметрия лица. И сейчас мне, как скажем, зафиналили, ставили туда имплант. То есть сейчас с обетотёкой будет симметричнее. Ещё, когда шла операция на лице, хирурги сделали липофилинг. То есть они у меня взяли мой жир и заполнили шрамы на ноге. То есть они были втянутые, сейчас они теперь ровные. Ну, у меня теперь ровная ножка. После этого я думаю, что... Ещё всё тело в шрамах, поэтому... Да, да, да. У вас бы я хотела про шрамы на руке у вас спросить. Когда приходит весна, лето, ну, я так ощущаю на себе взгляды на пляжи. Я понимаю, что шрамы нельзя вообще убрать, но как-то поправить, исправить мне бы очень хотелось. Рубец – это не кожа, это соединительная ткань. Кожей мы сделать его не можем, но мы можем сделать его похожей на кожу. То есть мы можем поработать и с цветом, и с рельефом. Ну, также введём филеры с гиавуроновой кислотой. Будут мини-заметные круги под глазами, будут красивые скулы. И сделаем ботулинотерапию на всё лицо с целью убрать начинающиеся морщинки. Спасибо большое. Ой, мне было очень сильно нужный косметолог. Безумно понравилось. Начинать с самих процедур, заканчивая тем, как к тебе там относятся. С таким они трепетом, с переживанием. От врачей я в полном восторге. Конечно, мне легче стало жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Здравствуйте. Ну что, как дела? Хорошо. Как чувствуешь себя? Хорошо. Хорошо. Олечка, итак, это твой гардероб. Слушай, ну, впервые за всю историю, наверное, нашего гардероба, да, я вижу более-менее радужные. Светлые. Светлые, да, какие-то оттенки такие интересные. Что-то кислотное. Расскажи, пожалуйста, что за платьица такое? Ой, это платье было куплено 31 декабря. Я бежала с работы домой. На Новый год. Да. То есть ты так праздновала Новый год? Да, в том году. Чтобы сразу бусы не покупать? В общем, все в одном. Векномно. Скажи, пожалуйста, Лин, насколько это модно? Ну, вот эти вот... Слушай, ну, когда тебе вот в целом 15, да, то образ ничего так, очень миленький. Да. Но я боюсь, что тебе не 15. У меня уже дочка так... Молод. Говорит, ну, пора. Пора взрослеть. Тогда оставим и подарим дочке. Так, я так понимаю, вот эта замечательная кофточка, она идет с джинсами, да? Да. Ну, джинсы ничего не будет. Ну, нормальные, хорошие, белые. Джинсы, да. Вот не нравится мне вот эта вот история со стразами, это уже давно не модно. Жуть. Да, нельзя. Мы тебя хвалим за цвета, но мы тебя не хвалим за фактуры, да? Да, то есть цвет вот этот сейчас опять в моде. В моде? Но как-то это все вместе, вот несуразно, понимаешь? Получается плохо, нельзя. Так, и я так понимаю, это просто спортивные такие штанишки. Ты, видимо, это миксуешь как-то, да? Это с маечкой кислотной. То есть здесь гламур, а здесь спорт, да? Ну, это да. Ты любишь так мечтание, сочетание, мы поняли. Я горжусь тем, что мой гардероб не оказался таким плачевным, как бывает. Меня даже похвалили, что у меня очень много светлых вещей. Ладно, хорошо, теперь давай смотреть наш гардероб. Лина, образ номер один. Я по всем твоим фотографиям поняла, что ты экспериментатор, ты любишь какие-то миксы, но просто у тебя пока не очень получается их правильно сочетать. Поэтому в твоем гардеробе будет куча цветов и миксов. Так. Ну, во-первых, здесь ты, наверное, видишь вот такие брюки-клеш. Они широкие, свободные, принтованные. Все хорошо, да? Да. Кожанка. Мне кажется, она тебе по характеру подходит. Но никакой плоской обуви, обязательно высокие каблуки. И мега-мега ультрамодный аксессуар. Вообще. Это просто вот... Не знаю, где ты урвала, Лин. Это сумка-авоська. Причем она классная, крутая и кожаная, да? Это... Ты видел, наверное, что они сейчас в моде, в журналах каких-то модных. Или даже так можно. У меня сумки получилось две. Ну, очень крутая, правда. Она нереальная. Сумка вообще. Прямо я такая думаю, кто-то у меня ее отожмет. Дочка, да? Итак, второй образ. Он прям не менее модный. Ты видишь, здесь вот такой вот оверсайз пиджак. Футболка с принтом. Причем посмотри, что мне нравится. Для того, чтобы вот такие футболки выглядели не детскими, они обязательно должны идти в комбинации с жакетом или с кожанкой, да? Не просто так, одни сами по себе. Вот такие брюки со штрипками. Посмотри. Вот такой суперский просто чемоданчик. У меня такой же чемодан. Представляешь, да? Мини-версия. Очень круто. Так, образ номер три. Ну и третий. Сочетаем несочетаемое. Берем джинсовку и вот такую совершенно классическую деловую юбку с очень модным сейчас принтом в клеточку. И здесь опять же мы видим лампасы такие спортивные. Они как раз и объединяют верх и низ, да? Деловую юбку с такой спортивной курткой совсем из другого направления. Ну и яркие лодочки в цвет вот этим лампасом. Такая замечательная сумка-клач. Но мы приготовили тебе сюрприз. Это сумка, поэтому держи ее сейчас в руки. Хорошо, спасибо. А потом я тебе расскажу. Смотри, это твое, это уже не твое. А можно попросить? Да. Я хочу попросить оставить спортивные штаны. Ну, я не против. Давай, они, кстати, классно будут сочетаться вот в том образе. Да, 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 с лодочками. У меня просто такая тоже с ними история, что это такая перезагрузка от моего мужа была. Он просто пришел домой в день зарплаты и сказал, у тебя нету спортивной одежды. Мы взяли реально за руку, мы поехали в магазин, да, он мне купил спортивный костюм. Хорошо. Круто. Подарок мужа – это святое, поэтому мы это все оставляем. Спасибо. Идем переодеваться, ждем тебя в первом образе. Спасибо. Такая модная. Прикольно. Нравится тебе сама? Мне нравится. Непривычная цветовая гамма. То есть придя в магазин, ты бы сама себе такое не выбрала? Нет, не выбрала. Ультрамодная. Спасибо. Вот прям ты на грани. Кожанка мне понравилась, но немного цвет смутил. То есть я бы взяла такую кожанку, но в таком цвете бы не взяла. Мне очень понравились лодочки, вообще прям классные. Скажи мне, как ты думаешь, как твой муж отреагирует на такое образ? Не знаю. А он у тебя как вообще? Ну, он мне всегда говорит, что я у него самая любимая и красивая. Думаю, наверное, обалдеет. Именно такую реакцию, мне кажется, нам и нужно получить. Чтобы он прям вот обалдел. Обалдел. Ну, я думаю, что получилось. Так, меняем образ. Образ номер два. Ждем. Ну, тут дочка точно позавидует, конечно. Вообще маму не узнать скажет. Как тебе со мной? Вообще мозг взорвался. Нельзя скрывать такую фигуру, такие ноги, это преступление, я считаю. Нельзя, потому что у тебя все очень круто. У меня прям аж эмоции переполняют. Ждем тебя в третьем образе. Как хорошо у тебя зеленый цвет. Прям твое. Ну, давай тебе, встаньте сначала, все поправлю. Покажу тебе, как должно быть модно. Смотри. Делаем вот так. Раз. А теперь из этой сумки мы делаем поясную сумку. Такой лайфхак для всех девочек. Берем обычный ремень. Самый обычный. Ничего себе, какие у тебя там запасы. Вот так. Раз. Очень удобно, да? Если что, были свободные руки. И все. И теперь у тебя поясная сумка. Очень классно. И водолазка. У меня глаза зеленые. Я думаю, что еще больше будет подчеркивать цвет глаз. Нам хотелось все-таки вот какой-то такой истории, чтобы эта одежда не добавляла ни в коем случае тебе возраста, чтобы, наоборот, была такой современной, очень стильной. Но при этом, при этом это не должно было выглядеть в виде вот этих детских платьиц, знаешь, с этих гусиками. Туфлей, какие-то принтеры лишних. Все очень лаконично, при этом это очень стильно и ярко. Я надеюсь, что нам удалось. Да, спасибо большое. Прямо из этой студии сейчас ты отправляешься к Жене и Свердару, и там уже будут другие перемены. И они, опять же, только к лучшему. Всех благ тебе, дорогая. Спасибо огромное. Удачи. Спасибо, спасибо. Давай, пока. На гардеробе меня удивили. То есть они мне прям смиксовали, в принципе, все образы. То есть что есть и классическая одежда, и в то же время раз там, да, что-то спортивное. Буду дома экспериментировать. Здравствуй, Оля. Рад видеть тебя. Здравствуйте. Я тоже вас рада видеть. Брови. Брови. Я вижу брови. Вот, да, у меня к вам вопрос. Я всю жизнь проходила с челкой. Ну, ровной челкой. И раз я на перезагрузке хочется... Ты назвала ее бровной, чтобы она закрывала брови, потому что, я так понимаю, волосков у тебя нет с самих бровей? Да, да, да. У меня проблема, что у меня очень светлые брови, и не настолько густые. Мне приходится ходить с челкой, ну, и подкрашивать, конечно. Вот. Ну, на самом деле челка, конечно, очень красивая, но было бы неплохо хотя бы иногда без нее, чтобы была возможность ее убирать. Поэтому мы обязательно сделаем очень красивые брови, чтобы была такая возможность. Спасибо большое. Ну, да, я ходила с челочкой, чтобы прикрыть свои светлые брови, которых практически не видно. Теперь, наконец-таки, могу челку обрезать, либо отрастить. Я тебе хочу сказать, что красиво сделали. Да. Правда. Я абсолютно не являюсь поклонником татуажа, но в данной ситуации все выглядит весьма эстетично. И открытое лицо тебе тоже идет. Вот я всегда стеснялась, что я считала, что у меня большой лоб. Ну, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, в принципе, он у тебя большой, да, но это не обязательно, что ты обязан носить вот эту прямую челку, которая тебе не очень идет, на мой взгляд. Потому что она создает такую геометрию. Твой носик какой-то прямой, такая буква Т, какая-то все вот так вот все четко. Я считаю, что если, допустим, делать такую стрижку, которая будет также открывать тебе чуть-чуть лба, но при этом волосы все равно будут на лицо чуть-чуть, тем самым мы корректируем вот эту вот высоту роста волос, и все выглядит гораздо выигрышнее. А что касается окрашивания, ну, конечно, ну, светлые оттенки, кстати, тебе хорошо, единственное, мне не нравится, как выполнено эмилирование. Так, я очень много тебе сейчас рассказал, у нас нет этого в правилах, я обычно здесь ничего не говорю, все сюрпризом. Если ты готова меняться, давай начнем. Я готова. Оль, у тебя красивые зеленые глаза. Это, кстати, один... Нет, какой один? Это просто мой любимый цвет глаз. И ты понимаешь, о чем я, да? К чему я веду? К тому, что у нас есть специально обученный человек, который умеет это красиво преподнести. Обычно он спит. Но, возможно, сейчас зайдет. Привет. Сердар Камбаров, визажист. Я, на самом деле, так завидел твоему эксперименту, потому что, мне кажется, ты там столько эмоций получила. Расскажи. Это было непередаваемое, правда. Это очень классно. Можете, на самом деле, заняться чем-нибудь, типа прыжки с парашютой или там... Ну, это не те ощущения. Ну, ты прыгала, да? Нет, не прыгала, но, мне кажется, там настолько адреналин такой. Там, действительно, я прыгал, я прыгал. Там, действительно, такой момент есть, когда ты чуть-чуть переживаешь. У тебя есть какие-то вопросы, зачем ты это сделал? Рекомендую попробовать. Ну, конечно же, нужно быть готовым к этому. Если ты переживаешь о безопасности, как, собственно, все это делают, прыгай с инструктором. На него прям залази и прыгай. Ну, обычно же так делай. Нет, ты пристегнут у него на животе. То есть ты кверх ногами, что ли, летишь? Нет, вот как бы вот так. Вот ты прыгаешь, а он вот здесь прыгает. Я думал, типа, вот так, знаешь. В общем, поржали, хватит. Пора работать. Сидемте. Все, счастливо. Далее в программе. Оля, я очень рада тебя видеть в своей студии. У тебя есть законное право задать мне любой вопрос, касаемый макияжа. Сидем, я бы хотела, чтобы ты меня научил правильно пользоваться тональным кремом, чтобы я могла корректировать свои шрамы и асимметрию на лице. Возможно это? Конечно, возможно. Возможно все, и я тебе с удовольствием покажу, как это делается. Чудесно. Для начала мы будем использовать базу, но база непростая, она немного с цветом. Если ты увидишь, здесь есть розоватый оттенок, как мой пиджак, видишь, да? Да. Эта база выравнивает кожу и приглушает немножко цвет твоих веснушек, если ты хочешь, например. Да, весной очень хочется. Да, скрыть немножко веснушки, то ты можешь нанести базу с фиолетовым или розовым подтоном. Мне никогда так не удавалось убрать веснушки с лица. Оля, я тебе могу сказать, что сейчас веснушки на самом деле это тренд, и очень многие делают, рисуют их специально или делают даже татуировки. А следующим этапом мы наносим тональный крем. Вот эту часть лица, где у нас есть асимметрия и припуклость еще, мы немножко затемняем более темным оттенком тонального крема, потому что темный цвет, может быть ты знаешь, что он убирает объем. Следующий этап у нас будет пудра. Я беру два оттенка, также светлую пудру на переднюю часть лица. То есть эту часть, которая... Да, вот эта часть, которая у тебя была объемная, мы затемняем. Вижу, что очень здорово скорректировалась припухлость. Но я бы так без вас не справилась. Ну что, приступим к финальному макияжу? Оль, мы невероятно счастливы за тебя. Невероятно рады за то, что твоя перезагрузка действительно произошла. Вот, ты большая молодец, спасибо тебе за то, что у нас была такая возможность познакомиться с тобой и поработать с тобой. Оль, ну что, готова? Ты повернется к зеркалу. Готова? Угу. Закрывай глаза. Закрыла? Поворачивайся к зеркалу и на счет три открываем. Давай. Раз. Два. Три. Я боюсь. Не бойся. Блин. Твоя новая жизнь. Оль, ты крутая, открывай, говорю. Блин, правда не могу. Давай, 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 милая, ты должна. Я так потихоньку. У меня аж мурашки. Все, давай, открывай. О, фигеть. Слушайте, ну это вообще круто же. А у меня нет челки. Но я в шоке полно. У меня нет слов, ребят. Как ты думаешь, как твои близкие отреагируют на это? Да, они меня не узнают. Я думаю, что настало время все-таки удивить своих близких. И сейчас будет еще приятнее, мне кажется, момент. Когда они не узнают тебя. Готова ты? Да. Все, иди на подиум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивая. Красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, какая прическа обалденная вообще. Прелесть. Ой, очень здорово. Оля, доченька, ты вообще прекрасна. Боже, спасибо. Прическа обалденная вообще. Ну, когда я увидела себя в зеркало, я просто себя не узнала. Как будто это было не в зеркало, а поставили какую-то девочку картинку, весь рост. Красиво. Вот. Было ощущение, что это не я, а просто кто-то там другой. Офигеть. Это не я. Это какая-то другая девочка. Там кто-то стоит сзади. А, я вам говорю огромное спасибо, потому что действительно на этом проекте исполняются мечты. Я горжусь, что я у вас побывала, что вы надо мной поколдовали и буду внукам рассказывать. Вы такие классные. Спасибо вам очень много. Чистого сердца. Спасибо. Доченька, желаю тебе всегда быть такой яркой, красивой, любимой. Мы тебя очень любим. О, роднойка моя. Харапога. Это слюзы счастья, лапушка моя. Спасибо. Боже мой, я тебя поздравляю. Вообще, прелесть просто, красота. Я тебя сильно-сильно люблю. Никогда больше не расстраивайся. Я буду очень хорошо. Когда я пришла на перезагрузку, ну да, эта тяжесть, она была. Но мне действительно стало легче, потому что, когда это все в себе носишь, это очень тяжело. Самое важное для меня, что я видела отдачу, что люди, которым я это рассказывала, я видела искреннее сопереживание за себя. Это было очень нужно. За весь проект я для себя очень много переоценила, переосмыслила. И домой я возвращаюсь, наверное, даже совсем другим человеком. Я в последнее время была немного растерянная. Такая даже не понимала, что мне вообще от жизни хочется здесь. И я расставила приоритеты на дальнейшую жизнь, на ближайшее будущее. Но если бы не вы, этого бы не произошло. Оно безусловно того стоит. Вообще всего стоит. Моя перезагрузка состоялась, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, так ты же сюда можешь к нам приехать, а может тебе нужно приехать. Правда, да. Перезагрузи, перезагрузи, нежели что было раньше, отпусти. Новая мечта, новая судьба, только впереди, только впереди. Загрузи, перезагрузи, нежели смелее, все с нуля начни. Новая мечта, новая судьба, это новая перезагрузи. Привет, ребята, перезагрузка, вся команда, привет огромный. Жизнь продолжается, вернее, началась новая, хорошая жизнь. У меня все хорошо, радуюсь жизнью. Евгений Жук, отдельное спасибо огромное за новую прическу, за новый образ. Я поддерживаю, отпускаю волосы. Спасибо вам огромное, что вы создаете эту передачу. Она просто дарит людям новую жизнь. Я вас очень всех люблю и очень надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Смотрите в следующей программе. Ну что, сегодня у нас типичная история. Я добрая, мягкая, отзывчивая. Можно вас обвинять. Да, конечно. Можно я вас обвиню? Да, конечно. Она вот такая вот, очень покладистая. На самом деле, я думаю, что там очень много агрессии. Вокруг все обманывают, все угут, а ты всем веришь. Мы поругались, я узнала, что у него другая. Унижение, изменение, измена. За что ты себя винишь? То, что я пожелала, это получилось через 7 дней. Он умер? Хочу все забыть, чтобы этого не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok